Здравствуйте, зрители этого замечательного ютуб-канала, который ведет Юлия Руфлорида. Ей в этом помогает риэлтор Надежда Эггерс. Меня зовут Михаил. Пожалуйста, не удивляйтесь, что сегодня Нади нет. Я знаю, у вас будет куча вопросов, где же Надя? Надя скоро вернется. Девушки меня пригласили на мероприятие, которое называется «Парад домов». И, к сожалению, Надя не успела к нему вернуться. Поэтому мы вместе с Юлей вам будем показывать дома, которые представлены на этом мероприятии. Немного расскажу об этом мероприятии. Во-первых, это по счету 68-й парад домов в Орландо. Второе, его можно посещать самостоятельно и совершенно бесплатно. И третье, на нем предоставляют свои работы различные застройщики и дизайнеры. Они показывают разные дизайны интерьеров и инновации в домостроении. Немного информации о доме. Этот дом, базовая его цена начинается от 790 тысяч долларов. Здесь 5 спален, 4 ванных комнаты и 1 туалет отдельный. Здесь всего 340 квадратных метров. Гараж на две машины. К сожалению, мы не смогли получить от этого застройщика, сколько будет и Чувей каждый месяц и какой здесь налог. И в конце видео Юля вам покажет план этого дома. И вообще всех домов, которые мы вам будем показывать на этом мероприятии. А сейчас пойдемте. Так, что мы здесь видим? Здесь, кстати, маленькая такая зона. На соседей смотреть. Да. Дверь хорошая. Цвет красивый синий. Вау. Ой. Свежо. Ух ты. Класс. Здесь как входная зона, прихожая очень красивая. Слушай, это, между прочим, натуральный камень. Какой-то плиточка такая натуральная. А пол, смотри, какой он здесь тоже. Тоже? Это паркет. Нет, это плитка. Это керамическая, представляете, сделана под дерево, под паркет. Так, давайте пройдем. Ничего себе. Дом большой. Сверху он таким не кажется с виду, со стороны. А внутри, смотрите, как много всего интересного. Гардеробная. Так. Проходим. Здесь две раковины. Ванная. Ой, шторки какие красивые. Здесь ванная объединяет две спальни. Как они там называются? Джек и Джилл. Угу. В общем, это для детей. Да. Раз это все объединяется. Или для мамы, и для папы. Да, или так тоже бывает, да. Так, еще одна спаленка. Слушай, очень здорово. Я прямо сейчас начинаю понимать, что часто стали использоваться обои. Да. Потому что вот в старых построениях... Как акцент, да? Да, которые дома продают, в которых уже давно пожили, там обои очень редко стоят. Очень-очень, я тоже редко вижу. Слушай, вместительная, гардеробная, слайдер. Такая дверь. Поехали дальше. Так, а что у нас здесь? Интересненько. Гардеробная. Ну да. Здесь, кстати, очень удобно. Приходим выше сюда, куртки. Здесь можно обувь тоже сложить. Классно. Вот здесь вход. В общем-то. Очень удобно. Ух ты. Ух ты. Здесь как зона для гостей. Да. Гости пришли, можно здесь расположиться. Ну, кстати, здесь можно еще кабинет, конечно же, сделать. Да, можно кабинет. Ну, кто шток. Да, да. Кому что интереснее, да. А, смотри, закрывается дверками, что тоже удобно. Но здесь нет гардеробной, поэтому это считается просто как офис. Да, да, да. Понятно. Смотри, коридор, что длинный здесь еще. Да, да, широкий. А ты... Вот эта вся композиция, к сожалению, не включена в стоимость дома. Это просто стейджинговая мебель и аксессуары. Так, давай пока сюда тогда пройдем. Так, что у нас? А, кондиционер. Здесь, скорее всего, тоже их два. Это один. Кстати, я не помню, сказал, нет, дом 340 квадратных метров. Поэтому здесь не очень большие кондиционеры. Я думаю, 10-тоненькие даже. Да. Здесь постирочная. Так, здесь прачечная. Слушайте, натуральный камень даже здесь. Здесь гардеробная. Гардеробная. И опять же, та же история, как вот в том доме, в первом. Здесь проход в мастер-бедрум и в хозяйскую спальню. Мы с той стороны обожаем. Да, да, да. Так, проходим. Выходим. Итак, мы попадаем на кухню. Красиво. Классно, что одну стену они выделили вот этой плиточкой. Тоже так интересно вообще смотрится. Уют придает, да? Просто покрашено. Лучше, чем обои, на самом деле, да? Скажи ведь. Так, тоже очень похоже, да, в этой части. Здесь обеденная зона. Слушай, красиво смотрится, когда много окон, да? Да. Ой, мне очень нравится, когда много окон. Такое сразу открытое воздушное пространство. Да, да, да. Если вы видите людей, не пугайтесь, так как это парад домов. Здесь не только для нас, но и для всех открыто. Так, а что это? А что это? Как здесь? Так, а это. Это тоже искусственный. Да? О, а здесь уже плита электрическая. Но это вы можете выбирать, кстати, тоже, как захотите. Вот, я снять у застройщика, да? Угу, да. Правильно. Все с доводчиками? Сейчас. Нет? Да вы что? Представляешь, дом за 800 тысяч, а доводчиков нет. Ладно. В другой стране, знаете, что радует? Спасибо, что есть ручки. Да, да. О, да, они не везде бывают, вы знаете. Я недавно общался с девушкой, которая, ну, наша иммигрантка, русскоговорящая, я ей говорю, а ты заметила, что здесь есть вот такая тема, что нету ручек на кабинетах? Она говорит, представляешь, я настолько уже, ну, здесь живу давно, что я даже не обращаю на это внимания, я вот так все время открываю. Открывай и так. Она не за ручку, а вот внизу поддергивает, и она говорит, что это нормально, я говорю, нет. Нет, это не нормально, но это неудобно. Да, да, да. Так что вот так. Ну, красивая тоже такая симпатичная кухонка. Странно, кстати, что коричневый сделает, тенденция же идет на серое, белое. Ну, ты знаешь, этот цвет, он хороший такой, в принципе, если можно сказать, модный. Что ж, небольшое. Пантри. Пиво будете? А что? Вот там есть пиво, представляете? Да, это пиво с имбирем, кстати. Специально теплое, чтобы никто не унес. Так. Так. Холодильник какой фирмы? KitchenAid, это дорогая фирма. Вот тут водичка для дорогих клиентов. Не открывается? Ну, замок закрыто. Я как бы боюсь сильно тепнуть. Ну, ладно. Так. Ну, здесь, естественно, телевизор должен огромный висеть. Да, странно, что они его не довесили. Так, а мы идем дальше. Вот это уже будет мастер-бедрум. Хозяйская спальня. Классная. Чтобы размер ее я в угол встану. Здесь, кстати, ковролин. Да. Ну, в спальне еще я могу себе понять ковролин. А вот посмотрите, как потолки здесь сделаны. Такие немножко 3D. С плинтусами сделали нишу. Да. Не просто так. Ну, потолки, кстати, я хочу сказать, высокие, да? Хорошие потолки. По высоте. И же навешки есть. Ой, самое главное. Которые почему-то не... Не хотят, да? Они для этого не предназначены, наверное. А, там, знаешь, что там вот мешает. Она не дает закрываться это. Ну, ладно, не будем трогать. А то сломаем чу-либо. Так, в общем, это хозяйская ванная. И мы, и Жо гардеробные. Ну, Жо, как всегда. У Жо побольше, да? Да. Ну, извините. И там дальше. А, и вот за то, что около Жо... Да. Пожалуйста, пройдите в прачечную. Это ваша обязанность. Да, муж только будет передавать. Да, да. Видите, даже вот так обозначили все. Чтобы не перепутали, не дай бог. Ох. Это вот если есть у кого фетиш, кто любит мыться, и чтобы на него смотрели. Да, вообще. Я забыла, как называют этих людей. Прикольно. Ну, да, здесь нужно будет затемнять, это вы уже сами, как говорится. Да, я затемняю. Должен вы будете сделаны. Я не против. Да. Только подарите мне такой дом, да, и я все сделаю сам. Так, да. А, вот одна раковина, а я вторую потеряла, а вот же она, вторая. То есть, вот, для женщины чуть-чуть побольше, для мужчины чуть поменьше. Доводчиков, да. Ну, они есть как будто или нет? Нету, 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 нету. Блин. Посмотри, плитка такая симпатичная. Да, глянцевая. Богато смотрится глянцевая. Ух ты, и вот так зашел, да, просто здесь без двери, просто вот так зашел. Здесь еще удобно вот эта полочка, да, шампуни, но здесь какую-то они очень маленькую поставили. Да, уж прям куценькую, да, могли бы-то уж и побольше. Бывает просто вот эти штуки, они бывают очень длинные, да, большие. Длинные, да, и такая там манерат. Я думаю, это все на стадии строительства, до строительства можно оговорить, и они сделают, какую хотите. Ну, да. Так что, без проблем. Как ты относишься вот к таким перегородкам? Это, конечно, классно все выглядит, мне нравится так воздушно, но мыть это... Вот. Но, опять же, если ты покупаешь такой дом, но его невозможно одному человеку справиться с ним, тебе нужно будет нанять работника, кто будет приходить хотя бы раз в неделю и убираться. Ну, да, да, да. Это факт такой. Согласен. Ну, что, и тут туалет. Кстати, тоже хорошая история в новых домах, что там делают туалеты отдельно, потому что в старых постройках, как ты помнишь, ты заходишь в дом, да, и там все вместе. Мне это не нравится. Двойные стеклопакеты, что-то уже сохраняет. Да уже 800 тысяч. Ага, не говори. Ну, типа новое, знаешь, оно скрипит, оно новое. Еще не расходилось. Не расходилось. Не расходилось. Вытяжка работает. Самое главное. Ну, все, проходим дальше. Мы прям залипли в ванне. Да, да, да. Так, а... На десерт оставим, наверное... Да, что там у нас на балконе происходит, да. Hello. Hi. Так, а мы поднимаемся на второй этаж. Нет? Ух ты. Да. Ух ты. Ух ты. Так, а что это? Здесь дополнительная спальня с гардеробом. Да, гостевая. Это гостевая. Скажи, скажи. Да, гостевая. Вот так дверки открываются. Дверки тоже большие. Высокие, я имею в виду. Ну, опять же, да, вот они вот... Ну, просто это не дерево, это ДСП. Да, да. Просто тупо. Внутри пустошка. Ну, вот так. Так, это не большая такая. Гостевая. Гостевая. Гостевая, и вот, к ней, вот, пожалуйста, туалет идет. И душевая. Так, а тут что? Здесь можно... А, кладовочка рядом с лестницей. Чемодан. Небольшая норния. Слушай, круто, вместительная. А, это что, что такое? Тоже. Тоже кладовочка? О, классно. Я люблю много кладовочек. Так, пойдем. Всякой фигней накапливается со временем много. Во, здесь можно гараж посмотреть. На две машины. Ну, прикольно. Ну, не знаю, вот тоже, видите, и вообще-то гараж тоже можно отделать, полы так залить, чтобы они блестели. Это уже по желанию, по-вашему. Большой водонагреватель тогда. Так, дом, с Антонией, 340 квадрат. Да, прилично, прилично. Вот тут вот можно вещи свои перед выходом или полом и так далее. Слушай, столько всего, что я не помню, что мы обошли и что не обошли. Все, обошли теперь второй этаж, да? Все, поднимаемся. А из чего тут все сделано? Это дерево, да? Похоже на дерево. На... Это даже не ламинат, это паркет. Похоже на паркет. Круто. Все в гитарах. Rock on. Класс. Ну, тематически обставляет так еще, да? Да, да, да. То есть в таком стиле музыкальном, рок-н-ролльном. Такая... То есть вот... Это, кстати, как бонусная комната. Да. Да, это достаточно простая. Большая, да. Ну, это так же, если здесь детские спальни, это может быть их горовая, например. Ну, да, да, да. Так же. Так, давай посчитаем. Мы внизу прошли мастер-бедром и плюс три спальни еще, это уже четыре. Нам еще нужна пятая. Да. Пойдем на нее искать. Ку-ку. Так, это... А, это просто половинка. Туалет. Типа сортир. А, это половинка. Да, да, да. А сколько здесь всего ванных... Ванных комнат. Так, у меня внизу остался журнал. Просто мне показалось, что вначале... Четыре, по-моему. Одна половинка. Четыре и одна. Да, 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 по-моему, так было. Ага, четыре с половиной, понятно. Так, что у нас здесь? Вот она. Вот она, пятая. Ну, например, тоже детская, может быть. Какая же занавески. Фетиш занавески. Да, мне нравятся два окна угловых. Да, классно. Забыл, я внизу в этом мастер-бедром говорил про эти окна. Здесь хорошо, что двойные стеклопакеты, и это очень экономит вам электроэнергию. А почему? Может, защита какая-то? Вот. А, просто новые. Да. Ну-ка, ку-ку. Крыша шингл. Кому интересно. Не черепичная. Ну, она такая бесшумная. В принципе, хорошая. Когда дождик идет, не слышно. Ладно. Оставим. О, карты, карты. Да, вот эту всю красоту, к сожалению, не оставят. Ну, ладно. Так. Так. Ой, бабушка. Сейчас она пройдет. Так, а что у нас здесь с перилами? Посмотри, с чего они. Это дерево, а это металл. Хотя... Ну, такое что-то облегченное, типа... Алюминия. Алюминия. Очень много полочек, что очень хорошо. А вот здесь, кстати, на крышу выход. Вот здесь дергаешь. Ага. Да-да, не будем дергать. Ну, так. Это у нас ванная. Красивый такой цвет у столешницы. И все. Ну, тут занавески красивые даже в ванной. Давай жару в этой дыре. Красивая, кстати. Да. Просто даже для красоты, да, скажи? Даже если играть не умеешь. Такая мощная. Прикольно. Слушай, здесь получается вообще рай для одного человека, да? То есть здесь одна спальня получается, да? Да. И все у этого человека, кто здесь будет жить, все в его распоряжении. Представляешь, здесь еще кухню добавить, вообще как отдельная квартира. А можно. Я даже не сомневаюсь, что они могут за дополнительные деньги все это провести. Раздавать. Да. Ну что? Ну что, идем смотреть бассейн. Десерт. Десерт у нас всегда бассейн. А вот и он. Давай я открою. Угу. Как всегда. Ну да, ну да. Надя тоже вот так мучается. Знаешь что, типа я умею отокрывать легко и просто эти бассейны. Оп. О, вау. Красота какая. Так. Соседи, соль есть? Ага. Кидайте соль. С меня мука. Ага. Прям дом в дом. Ну вот мне такой заборчик больше нравится, чем сплошной белый, например, и уж тем более деревянный. Да. Мне вообще, честно говоря, без заборчиков нравится. Но это, знаете ли, на любителя, да? Конечно. А ты как любишь? Ой. Какой забор ты любишь? Слушай, мне нравится тоже не такой глухой. Мне нравится из деревьев белый. Он как-то более эстетично, что красиво смотрится. Эстетично, да, тоже красиво. Он даже может быть невысокий. Невысокий. Чисто так обозначить, что это моя территория. Ну что тут? Бассейн у нас получается без спа здесь. Да. В таком более минималистичном стиле. Вот тут тоже есть небольшой водопадик. И вот так дом выглядит с обратной стороны. Со стороны бэк-ярда. Вот там еще соседи, видите, вдалеке еще только строятся. Кстати, здесь нет зоны для барбекю. Они почему-то не поставили. Ну да. Ну, чтобы показать, как это будет. Ну да, странно, да, скажите. Здесь вот для маршмеллоу сделают место, наверное, файр-плейс. Можно тоже накрыть это все дело как бы навесом каким-то. Ну да. Ну да. Ну опять же, это все по желанию. И по цене тоже будет, соответственно, конечно же, это все подороже. Ну что вы скажете про этот дом? Нам интересно узнать ваше мнение. Да. Обязательно пишите комментарий. И мы, кстати, к сожалению, не можем сказать, входит ли вот в эти стоимость 790 тысяч бассейн. Потому что здесь нет представителя от застройщика, мы бы ему, конечно, задали эти вопросы. Но мы предполагаем, что не входит обычно, как бы стандартная, это дополнительная опция. То есть вот таким вот образом вы можете... Я не знаю, пока я для себя не сформулирую, что мне не очень нравится в этом доме, наверное... Но что-то не нравится, да? Что-то не нравится, да. В плане того, что окон, наверное, побольше бы хотелось. То, что очень много, не знаю, спалины. Они какие-то достаточно маленькие. Только мастер-бедрум еще более-менее. Ну в некоторых местах, согласись, окна нормально, большие. Да, вот угловая, которая была, комната наверху. Да, вот это прикольно, да? Побольше еще таких окон хотелось бы. А вот видите, там небольшая такая совсем есть детская площадочка за деревцем. Ну что, будем прощаться. Напишите, пожалуйста, как вам здесь понравилось, нет. И напомню все-таки, не забудьте подписаться на канал Юли, потому что много людей смотрят видео Юли без подписки, а это немного тормозит канал и не дает ему развиваться. Да, очень вас просим. А также подписывайтесь на канал Миши. У него свой новый канал. Так что будет интересно посмотреть. У него немножко другой формат видео. Так что что-то новенькое очень вам рекомендую. Да, приходите. А мы едем в следующий дом и до встречи в нем. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok